Приветствую! Как изменились правила выезда мужчин из Украины с 1 февраля 2024 года? Как на них повлиял законопроект о мобилизации и нужна ли на сегодняшний день отсрочка для выезда мужчины из Украины? С этими вопросами мы сейчас и разберемся. В первую очередь мы с вами помним, что вопрос выезда мужчин из Украины во время военного положения и мобилизации регулируется правилами пересечения государственной границы. Эти правила никак не изменились с 1 февраля. То есть в законодательной части не изменилось ничего. Законопроект 10.449. Повлиял ли он как-то на выезд мужчин? Что-то новое привнес он или нет? Нет, нет и еще раз нет. За эту неделю мы получали отзывы от людей, которые пересекали границу. И я вижу, что никаких новшеств, к счастью, к великому нашему счастью, не появилось. И здесь можно быть спокойно, уверенно ехать, если у вас есть документы, которые предусмотрены правилами пересечения государственной границы. Что касается отсрочки. Нужна ли сейчас отсрочка для выезда из Украины? Как мы с вами помним, с 29 декабря 2023 года там начали требовать отсрочку. И многих людей разворачивали, и было все некий период, там дней 10, было все очень жестко. На сегодняшний день отсрочка для выезда мужчины из Украины не нужна. Независимо от того, по каким основаниям вы хотите выехать, отсрочка не нужна. Как с точки зрения действующего законодательства, мы знаем, нигде это требование не предусмотрено. Так и с точки зрения практики пересечения. На этой неделе вот все люди, которые пересекали границу, которые дали обратную связь, написали, либо позвонили мне, все пересекали без отсрочки. И никаких проблем. Вообще никаких проблем. Вдумайтесь, за неделю не было ни одной жалобы об отказе в пересечении границы на том основании, что у человека нет документа об отсрочке. Поэтому здесь делаю вывод. И, собственно говоря, этот вывод основан не только на практике за эту неделю, а за предыдущей неделе. Я уже много раз говорил, что где-то вот 7-8 января правила несколько изменились и вернулись в предыдущая лона, скажем так. Перестали требовать отсрочку. Вернее так, постепенно переставали требовать. Ее все меньше, меньше и меньше требовали. И вот за эту неделю реально ни одной жалобы в отказе о том, что отказали человеку, не было. Поэтому, если у вас есть все документы, которые предусмотрены правилами пересечения границы, спокойно едьте и все у вас будет хорошо. И хочу, естественно, поблагодарить тех людей, которые присылают мне отзывы о пересечении. Друзья, спасибо вам огромнейшее, потому что именно благодаря вам, благодаря вашим отзывам становятся возможными вот такие видео. Именно благодаря вам люди, тысячи людей получают эту информацию. Спасибо вам огромное и прошу прощения, если я не все отзывы ваши публикую. Потому что, знаете, как бывает, вот за один день там придет 5-7 отзывов одинаковых. Да, там, выезжал с мамой, вторая группа, все окей. И просто я публикую там какой-то один отзыв, может, наиболее интересный. Либо где человек там более подробно все расписал, да. Либо у него там более сложная какая-то история была. Не обижайтесь, пожалуйста, что я не все ваши отзывы публикую. Но, пожалуйста, давайте обратную связь. Потому что, благодаря вот количеству этих отзывов, я формирую картину и доношу эту информацию до людей. И вы таким образом помогаете другим людям выехать из Украины. Спасибо вам огромное за это. А у меня на этом все. Я всем традиционно желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok